Хей! Всем большой привет, дорогие ребята! Меня зовут Тит Маус, и добро пожаловать на мой второй канал под названием Сундук Тит Мауса. Это уже какая? Правильно! 20-я серия по уважанию в Майнкрафте на версии 1.19 на хардкоре. И как вы помните, а возможно не помните, в прошлой серии я наконец-таки получил у себя алмазную броню, а именно по ножи и ботиночки, которые у меня ещё и тем более на невесомость 4, что довольно-таки прикольно. Я могу прыгать с большевесты и не умирать. Сделали мы это всё с помощью броника, который нам теперь имеет у себя в предложениях эту самую алмазную броню. Что очень даже здорово, поэтому, ребята, в начале этой серии, пожалуйста, поставьте лайки, потому что сегодня мы дальше будем прокачивать этого самого броника. А также я хочу наконец-таки снова покормить жителей, чтобы они у нас раскладились. Но для этого мне сегодня нужны будут кровати, за которыми я прямо-таки сейчас уже и отправлюсь. Мне для кровати нужна шерсть. Шерсть вроде бы как у меня где-то была, вот она. Я думаю как раз-таки две штуки сделаю. Сделаю одну розовую кровать, а вторую сделаю жёлтую кровать. Думаю, будет нормально. Также возьму с собой дубовые доски и также, что ещё, в принципе, больше нечего. Да ладно, доски закончились. Как так-то, ёшкин тышкот? Ладно, пойдёмте быстренько срубим немножко деревьев в нашем лесу замечательном и, в принципе, получим эти самые недостающие доски для нас. Итак, собираем, собираем. Кстати, раз сегодня у нас будут жители плодиться, то вы давайте-ка опять-таки зайдёте в телеграм, который указан, ссылка на который указана в описании, и проголосуйте за нового жителя, а именно какую профессию следующему жителю мы с вами будем давать. Давайте, ребята, все голосуйте, переходите в телегу, я уверен, что если вы это сделаете, то ваш голос стопудово будет очень решать, поэтому голосуйте, по-любому каждого голос важен, поэтому давайте, ребят, ссылка на телегу в описании будет. Мы с вами получаем белую кровать, конечно же, делаем её жёлтой, после чего другую кровать делаем розовой, и вот такие вот у нас девчачьи, как будто кровати, да, что ли, получились. Мне нравится офигенно! Кстати, насчёт телеграма я не пошутил, действительно, если вы ещё туда не подписались, подпишитесь, пожалуйста, там выходят всегда офигенские посты всякие прикольненькие, делаю сигны для подписчиков, вернее, для донатеров, которые мне донатят на стримах в топе дня, остаются там. А также я, конечно же, опубликовываю там все новости о новеньких видосиках, о новеньких стримах, ну и, соответственно, вы будете голосовать в вопросах, как вы это уже поняли, естественно. Итак, прямо сейчас я быстренько выйду с данного места и побегу в наш замечательнейший дом, а именно маяк. Вот такой он красивый, житель здесь вообще, на самом деле, мне кажется, кайфует, мне кажется, у них тут всё хорошо. Поставлю одну кровать примерно вот здесь вот, а вторую кровать примерно вот здесь, наверное, вот. Вот таким вот образом, в принципе, смотрится уже неплохо. Итак, у нас две дополнительных кровати, это значит, что сейчас уже может появиться два новеньких дополнительных жителя, но желательно, чтобы они у нас появились, и их ещё бы покормить. Да, поэтому мы сейчас пойдём покормим наших прекраснейших созданий, так называемых. Буду кормить их, наверное, морковкой и картошкой. У меня много, в принципе, всего появилось, но на самом деле я бы, наверное, ещё собрал бы то, что у меня уже наросло. Поэтому я пойду быстренько в наши грядки, сгоняю, соберу всю вот эту вот отличнейшую морковку, и у меня пошёл дурацкий дождик. Как же я ненавижу дождь! КФТМЭ! Я просто в шоке! Ладно, собираем, собираем. Господи, это ещё не просто дождь, это гроза! Да ладно вам! Ладно, нужно быстренько лечь поспать тогда в таком случае, а то, ёлки-палки, меня сейчас зафигачит кто-нибудь. Такое мне не нравится, всё. Я ложусь с факелом в руке, с картошкой в руке. Кто вот так спит вообще? Нормальный человек? Нет, с факелом и с картошкой заснул, блин. Ладно, нормально. Самое главное, что дождь закончился, это очень хорошо. Итак, 44, вернее, 64 морковки, 64 картошки. Мы, конечно же, сейчас все эти грядки снова засадим, как надо. Как мы это делаем правильно? Вот таким вот образом. Давайте я сейчас по-другому сделаю. Полосочками засажу, вот такими вот. Я для этого высаживал по диагонали, а сейчас буду просто вот такие вертикальные или горизонтальные, называйте, как хотите, полосочки делать. Вот, такая прикольная у нас получится. Изросли здесь в будущем? Давай, отлично. Офигенский урожай будет, я уже прям чувствую. Ну и, конечно же, не стоит забывать, не стоит забывать самого кушать, естественно, свинину. Вот, и также, чтобы свиня сильно не обижалась, конечно же, ее нужно тоже покормить. Давай, приятного аппетита. Приятного вам всем аппетита, мои красавчики розовые. Вот таким вот образом мы кормим. Также, наверное, пойду сейчас корманую еще овечек, если это можно сделать. Хотя, могу только пока что свиней покормить, по-моему. Так, курицу я не трогаю, курицу я не трогаю. Куда ты выбежала? Хотела выбежать, не получилось, слава богу. Так, свиньи, приятного вам аппетита. Молодцы, поели, поели. А овечек чем покормить? Нечем пока что покормить. Ну и, в принципе, коров тоже пока что нечем. У меня есть пшеница, которую я могу собрать, но я ее собирать не буду. Я просто пойду сюда и добуду себе вот эту вот пшеницу, которая у меня тут находится в сундуке. А еще есть. Это вся пшеница моя. Серьезно, в таком случае мне понадобится эту пшеницу тоже собрать. Поэтому полетели. Собираем наш замечательный урожай. Я еще и землю тут, елки-палки, вскапываю. Нафига я это сделал лопатой? Почему все делаю лопатой? Я собирал вопрос очень интересный. На него ответа я, конечно же, сейчас не найду. Дело в том, что я просто рукожопа нечаянно взял лопату в руку. Ладно. В таком случае придется мне сейчас быстренько забрать мотыгу вот эту вот из рамочки. И, соответственно, быстренько взять и все это дело опять-таки вспахать. Недостающее. Вот таким вот образом. Все. Можно дальше собирать пшеничку, соответственно, вот таким вот образом. У нас уже 19 уровня, кстати говоря, в скором времени. Можно будет чаровать кирку на 30-й лебел. Это офигенно. Это офигенно. Ой, господи. А куда делась-то картошка? Точнее, пшеница. Вот она, пшеница. Все. Засеиваем. А, не этой пшеницы. Господи. С семенами все засеиваем. Давайте. Семенами все засеиваем. Вот таким вот образом. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. И надо будет, кстати, курочек покормить. Мне в скором времени перышки нужны вообще-то будут. На самом-то деле, действительно, это очень хорошая идея. Но еще лучше всего будет сделать, наверное, автоматическую ферму куриц. Думаю, рано или поздно, в ближайших сериях я займусь автофермой куриц. По-моему, эта идея прям очень классная. Надеюсь, что вот этого вот места для автофермы куриц будет достаточно. Итак, все. Погнали. Наконец-таки покормим наших замечательных коров, которые уже очень сильно хотят кушать. Они безумно проголодались. Да, я знаю, понимаю. Все. Приятного аппетита. Кушайте, плодитесь. Там давайте мне много телят. Овец. Вернее, не овец. Каких овец. Было бы странно, если бы вы овец рожали, конечно. Так, теперь овцы. Овцы, вам тоже приятного аппетита. Естественно, какая овца получится? Белая-розовая, белая-розовая. Ну-ка, 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 ну-ка. Розовая, опять-таки. Понятно. Слишком много розовых овец. Ну и, в принципе, получается курица. Курица. Что с тобой делаем? Конечно же, кормим тоже. Кормим наших замечательных пернатых созданий. Вот. Все. Нормально. Накормил. Теперь мне быстренько нужно было бы свалить. Оп. Давай. Оп. Все. Кайф. Все. Ребят, супер. Красотень. Оп. Сели. Погнали. А куда погнали? Да, никуда. Мне теперь надо быстренько выложить все мои щиты. У меня их очень много накопилось. Как вы понимаете, это получилось, потому что мы торговались с жителем. С нашим. Нам нужно было его прокачать с помощью этих самых щитов. Оп. Отлично. Сейчас я, наверное, эти щиты, конечно же, выложу вот сюда. Думаю, то, что они идут у нас как оружие. Да? Или больше они, конечно же, на броню похожи. Но пускай они будут здесь. Мне так больше нравится. Броню я, конечно же, выложу вот в это место. Также мне нужно быстренько повыкладывать деревья сюда. Шерсть нужно выложить сюда. Морковку я сейчас с собой, конечно же, возьму, чтобы покормить жителей. Ну и, в принципе, у меня довольно-таки немаленькое количество продуктов, чтобы, так сказать, дать им похавать, чтобы они расплодились наконец-таки. Поэтому всё супер. Картошку я уберу. Я вот не знаю, будут ли они её вообще есть. Давайте проверим. А бумагу я, конечно же, оставлю, наверное. И вообще, не помешало бы прямо сейчас добыть себе ещё немножко тростника. Это очень хорошая идея. Тем более, тростник уже почти что у нас весь тут вырос. А это значит, что мы сможем в дальнейшем получить целую кучу себе изумрудов, когда будем торговаться с нашими жителями. Поэтому ни в коем случае не упускаем, какой шанс собирать данный тростник. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Отлично, собрали. Отлично, офигенно. Ещё. Супер. Вот это тоже можно, конечно же, не пропустить. Ни в коем случае его нельзя. Дальше продолжаем. Угу. И вот эту часть последнюю собираем. Всё. Кайф, ребята. Тростник получили. Офигительно. Я полетел к нашим замечательным жителям. Бегом. Ай, как я больно ударился. Неприятно, знаете ли, было. Но ничего. Нормально. Поплыли. Дорова, дорова, спруты. Вы очень красивые, конечно, но меня вы не интересуете, потому что, в принципе, чернильные мешки. Нафига. Если только сделать чёрную кровать. Но, а нафига это надо? Конечно же, это не нужно. Дорова, Витёк. Рад тебя видеть. Я тут пришёл торговаться с твоими ребятами. Тут верстак у меня есть. Это очень хорошо. Давайте быстренько создадим себе бумажку, соответственно. И, в принципе, сейчас-то я уже могу кого-нибудь прокачивать начинать. А именно, библиотекарь или картограф? Кого ж прокачать? Наверное, библиотекарь. Интересно, что он там, какую книгу дальше мне дать сможет? Очень интересно. Так, спасибо. Можно ещё? Можно. А ещё? Можно. А ещё нельзя, да? Всё. На этом ты, полномочия закончены. Я понял тебя, я понял. Итогово 5 изумрудов. Понятно. Так, ладно. Я вообще пришёл сюда вас плодить, как бы. Поэтому, приятного тебе аппетита, братанчик. Тебе тоже приятного аппетита. Кушайте все. Кушайте, кушайте. Так, нифига, он всё собрал. Всю картошку, морковку съел. Может, ты соберёшь? О, забирай. Давай. Ну. Во. И чего? Кровати достаточно. Может быть, вам недостаточно дверей, что вполне возможно, кстати говоря. Хм. Хотя нет. Слушайте. Дверей у нас раз, два, три, четыре штуки, да? 5-6. А кроватей? Раз, два, три, четыре. 5-6. 7. 7 кроватей. Вот так. Я понял. В принципе, как будто на ещё одного жителя есть место. Но почему-то плодиться пока что они не хотят совсем. Странно. Надеюсь, скоро это произойдёт. В принципе, кошечка тут дна уже гуляет. Думаю, что ещё потом кошечку они какую-нибудь тут стопудово расплодят нам. Кстати, ребята, я думаю, что на выходных опять-таки будет стрим по вот этой вот офигенской, получается, выживальческой штуке нашей, хардкорной. И я, наверное, обустрою вот этот вот мост. Я хочу его обустроить полностью песком, потому что, мне кажется, если здесь всё будет песчаное вокруг, то это будет смотреться, ну, просто очень круто. Этот остров преобразится вполне. Прям очень вдвойне даже, в трижды. Так, вы не плодитесь там, случайно? Пока что не плодятся. Странно. Я не знаю, может быть, всё-таки потихонечку начинать им уже делать так называемые ступеньки здесь, а? Чтобы они могли забираться у нас наверх. По-моему, это очень классная идея. Поэтому прямо сейчас я вот таким вот образом здесь вырубаю вот это вот пространство вокруг колокольчика нашего, которое находится на потолке, висит и, как говорится, никому не мешает. Вот таким вот образом. И тут уже, наверное, будет ступенчатый подъём на верхушку у нас находиться, в котором в дальнейшем уже там будут у нас комнаты. Да. Ладно, полетели сейчас быстренько за деревом в таком случае. И вообще, мне бы сейчас побольше изумрудов взять, я хочу сегодня броника прокачать колоссально. Для этого мне понадобится понабрать целую кучу алмазной брони у него ещё, чтобы прокачать его, как говорится, офигенно. Но думаю, что это того стоить будет. Вот, потому что броня всё равно ломается, рано или поздно она нам до починку пригодится. Поэтому сейчас мы что сделаем? Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас пойдём быстренько заберём все изумруды, которые у нас находятся в сундуке. А, да ладно, у меня изумрудов нету больше. Я что, все изумруды потратил в прошлой серии? Мама дорогая, я даже забыл про это, представляете себе? Офигеть. Ладно, мне бы хлеба поесть или что-нибудь нормального, допустим, свинину жареную, всё отлично. Я пойду всё-таки добуду себе дальше деревья. Дело в том, что вот этот лес я буду вырубать, потому что что-то как-то он вроде бы мне и нравится, но вроде я и хочу его вырубить, потому что он такой огромный. Это просто жесть. Если что, я потом его опять-таки тоже засажу. Главное, как говорится, не забыть про это. Хотя, возможно, и забуду. Но ничего, пофиг, короче, неважно. Самое главное это деревья, а не лес. Этот лес мы посадили, мы его, как говорится, можем уничтожить, если сильно этого захотим. Как мы, мы как Тарас Бульба, я тебя породил, я тебя и убью, как говорится. Хотя, наверняка, многие даже не знают, кто такой Тарас Бульба. Напишите в комментариях, знаете ли вы, кто такой Тарас Бульба или нет. Пожалуйста, интересно, реально, стопудово какой-то процент аудитории стопудово знает, но большинство точно понятия не имеют. Так, собираем, собираем деревья, отлично. Сейчас мы эти доски, которые мы сейчас соберем, переделываем в палки, снова получится целую кучу изобрудов. И, наконец-таки, я смогу прокачать нашего броника. Ну и, соответственно, сейчас, конечно же, конечно же, сделаем ступенечки. Но, я их буду делать в нашем маяке, знаете какие? С помощью акации. С помощью акации стопудово, потому что так, мне кажется, будет гораздо прикольнее смотреться. А, акация у меня росла где-то, я не помню даже, где бы она у меня росла. Ну, вон там, в принципе, акация растет, это понятное дело, но это не то. Это все не то. Это все не так. Ну-ка, где у меня саженцы акации? Вот, один есть. Также у меня имеется целая куча костной муки. По крайней мере, сейчас будет уже. Вот, получили. И, в принципе, сейчас, с помощью этой костной муки, я себе здесь эту самую акацию и выращу. Во, кайф. И теперь ее можно срубать. И именно из вот этого дерева у нас уже будут получаться наши, так называемые, ступенечки. Думаю, что получится очень даже здорово. Так, забираемся повыше. Вот, отлично. Собираем. Дальше идем сюда. Конечно же, снова собираем. Отлично, давай. Все, молодец, прекрасно. Собрали акацию. Не знаю, хватит ли этого. Такое ощущение, то что нет. Поэтому ждем выпавшего саженца, который в скором времени 100 пудов, а падет буквально вот через несколько секунд. Через несколько секунд будет саженец. Я это прям чувствую жопой своей. Ну, давай. Не падает, не падает. Жалко. Ладно, ждем, ребята. Мы с вами, как говорится, испытываем терпение наше. Ладно. Короче, пока терпение испытывается, я же попробую сделать ступеньки. Собственно говоря, да, действительно, из этого дерева я хотел сделать именно ступенечки. Вот такие. Вот, с помощью ступенек мы будем делать подъем наверх. Итак, саженцы. Ну, где ж вы, елки-палки? Я уже даже ступеньки сделал. У меня точно больше нету акации. По-моему, больше акации у меня действительно нифига не находится здесь. Ладно, в таком случае ничего страшного, как говорится. Цепи я возьму на всякий случай. Мало ли, какая-то декорация пригодится мне здесь сделать. Все может быть. Ну и что, елки-палки? И где, елки-палки? Где хоть один саженец этого дерева, ешкин тышкот матрешкин? Что-то не получается. Ладно. Сейчас уже солнце заходит. Мы уже скоро спать ляжем, а саженцев все нету и нету. Ну, ладно. Я надеюсь, к утру-то наконец-таки саженец нам уже выпадет. А мы, наверное, пойдем в домик и будем потихоньку готовиться ко сну. Надо бы посмотреть, что у меня тут есть. У меня тут есть стекло. Нифига себе, я уже забыл, что у меня стекла тут так много. Кстати, я же и тут по печкам стекло выкладывал, по-моему, да? Ну-ка, тут эти доски я заберу, эти доски тоже заберу. Стекло. О, песок тут есть. Тут только доски. Нет, стекла уже в печках, у меня этого нету. Ну, ладно тогда. Повыкладываем все это дело вот сюда. Тростник, наверное, тоже пока что выложу, в принципе. Ну и, короче, саженец тоже выкладываем. Вот. И что еще? Ну и все, пока что. Пока что все. Саженец! Ура, ребята, выпал! Все, можем ложиться спать уже. И потом с утра со спокойной душой выращивать себе новенькое офигенское дерево. Так, просыпаемся. Отлично, погнали. Ой, что происходит-то? Полетели. Дерево сажаем. И, соответственно, вот таким вот образом его чипонг-чипонг. Ой, готово. Ой, какая красотень-то. Красотульщик. Просто собираем наши прекраснейшие досточки. И вот это все делать тоже. Ну и, в принципе, наверное, на этом все, как бы, да. Акациевые доски 34 штуки. Должно вроде бы как хватить. А может быть и не хватит. Я вот не знаю. Ладно, будем, короче, смотреть в будущем. Ну, я хочу саженец еще один. Ладно, я сейчас за ним приду потом. Что мне еще можно сделать, кроме того, как саженец ждать вот этот? Я не знаю. Мне реально действительно хочется как-то время скоротать, чтобы саженец еще один выпал. Он не выпадает мне. Почему так? Я просто его вообще забрал бы туда, на остров. И на острове бы там все это дело спокойно выращивал. Как вариант. Идея прям очень хорошая. Что у нас на карте? Вот смотрите. Вот три вот этих вот. Вернее, два треугольничка. Если я сейчас эту карту убираю. И ставлю опять. Что получится? Оп. Третий треугольничек? Нет. Третьего треугольничка нет. А почему тут два треугольничка? О! Вот сейчас будет третий треугольник, да? Вот сейчас поставлю. Оп. И... Нет. Почему тут два треугольничка? Это как работает вообще? Я вообще не понимаю. Странно это все, конечно. Ну ладно, кстати. Очень интересно смотрится. Мне нравится, как смотрится моя вот эта карта. Забавно достаточно выглядит. Опа. Саджанец выпал. Наконец-таки все, ребята. Полетели. Быстренько сами сядем на лодочку. И, конечно же, пойдем вот таким вот образом в наш замечательнейший особняк. Вернее, как это особняк? Ну, можно сказать и особняк. Маяк-особняк, так сказать. Мда. Оп. Вышли. И что ж. Здорово, жители дорогоценные вы мои. О! Маленький чувак! Привет! Рад тебя видеть! Отлично! Вот и появился у нас еще один парень наш. Это очень хорошо. Прямо сейчас я сделаю себе ступенечки. А именно, каким образом, получается, они у нас будут идти? Вот примерно. Вот примерно, примерно, примерно. Ха. Ха, даже не знаю. Вот таким. Нет, не таким. Вот таким. Хоп. Поставили. Дальше ставим. Оп. Поставили. Дальше ставим. Вот, типа, как-то так они будут забираться. Оп. Поставили. Так, правильно. Вроде бы, как все верно делаю. Так. Так. Самое главное, знаете, что сейчас будет сделать? Сейчас покажу. Сейчас все вам объясню, что самое главное нужно будет нам. Так, короче, получается, тут ставим снова доску. Вот. И вот эти вот штуки мы сейчас ломаем, чтобы они не смогли у нас никуда забираться. Потому что если они заберутся наверх и упадут, то они будут, елки-палки, разбиваться. А мне такое совершенно не нужно. Так. А как быть там с этой ступенькой? Это я не понимаю. Немножко, на самом деле, как бы более-менее красиво сделать, что ли? Может быть, что-то по типу вот такого? Ну, не очень это смотрится, конечно же. Соглашусь. Совершенно не круто. Совершенно не прикольно. Если вот так. Ну, тоже как-то, что ли, не ахти. Так. А если вот таким образом это сделать? Вот так, да? Как будто да. Как будто нет. Как будто это всё хреново получается. Не так это должно всё работать. Как-то по-другому мне нужно сейчас создать себе эти самые подъёмы наверх. Эти самые ступеньки. Сейчас будем решать, как всё это дело у нас будет работать. Очень уж интересно, на самом деле. Хм. Давай думай, Серёга. Серёга, думай. Ты же умный парень. Ты сейчас всё сделаешь красиво. Сто пудово. Так. В принципе, можно сделать вот так. Смотрите. Получается. Раз. Два. Три. Это нужно... А, господи, я не там это делаю. Господи, что ж ты творишь, Серёга? Не там это делаю. Вот здесь это делаем. Раз. Уди. Раз. Два. Ага. Три. Окей. Четыре. Во! Вот такой будет подъём. Жители уже забираются. Но для того, чтобы всё красивее смотрелось, нужно сделать вот такие вот ступеньки. Раз. Ой. Секундочку. Давай. Ставим. Оп. Всё. Другое дело. Этот потолок можно закрыть. Вот таким вот образом получается уже здесь нам. Давайте. Раз. Два. Три. Готово. Потом. Мне нужно ещё одно бревно. Блин. Вот это берёзовое бревно не хватает вот здесь. Ладно. Сейчас разберёмся. Мы тут спуск мы сделали. Теперь. А, вот и берёзовое брёвно. Всё отлично. Сейчас мы эти берёзовое брёвно с вами заберём отсюда. Нам нужно сделать вторую ступеньку. Вторая ступенька у нас будет идти, получается, прямо-таки вот отсюда. Совершенно с противоположного края. То есть вот таким вот образом. Давайте. Поехали. Раз. Два. Вот так. Три. Ага. Четыре. Ой. Чё-то лишнее немножко получилось, по-моему. Так. Во. Красота. И застраиваем данную дырёвку, наконец-таки, теперь. Ну и, в принципе, берём ступеньки. И, опять же, таким образом всё это дело мы с вами ставим. И ещё раз ставим. Красотень. Красотища. Просто теперь у них имеются подъёмы наверхушку. А самое главное, мы под этими ступеньками можем спокойно ходить. И, в принципе, слишком много места они у нас тут не занимают. Вот. Теперь, жители, можете забираться наверх. Это ваш дом. Соответственно, конечно же, нужно вот эту часть заделать. Сейчас будет какими-нибудь досками. Может быть, даже вот этими вот брёвнами попробовать это сделать по приколу. Слушайте-ка, интересно. Можно тут даже бочки поставить будет, как вариант какие-нибудь. Так. Ну, слушайте, вообще неплохо смотрится. Вполне здорово выглядит это всё дело, дорогие друзья. Да, вы только взгляните на это. Красотень. А здесь, как это что будет, я пока что не придумал, на самом деле. Можно взять попробовать акации. Или нет, акации это слишком, слишком не очень будет. А вот если взять вот такие вот досточки и с помощью них всё это дело заделать, то будет уже смотреться поинтереснее, да? По-моему. По-моему, да, вот такой вот у нас будет этаж тематический. Мы будем все этажи делать абсолютно разными, потому что, мне кажется, разнообразие это прикольно. Так. Окей. Всё, замутили. Вот такая вот красота. И смотрите, уже довольно-таки цивильненько всё смотрится, я вам скажу. Наверное, мне сейчас нужно будет выторговать у нашего замечательного библиотекаря, библиотекаря, фонари. Дай-ка мне их, спасибо. Как раз-таки он сейчас прокачается, а мы эти фонари где-нибудь сейчас разместим. Так, а как мы их разместим? Вопрос очень интересный. Наверное, примерно как-нибудь что-нибудь по типу вот такого можно замутить. Смотрите, тут ступенька, тут ступенька, здесь ступенька и здесь ступенька. Господи, куда я падаю? Нормально. Всё, живём. Хоп. И теперь тут размещаем фонарь. Раз, фонарь. Да, ой, господи, упал. А, два фонаря. И три фонаря. И четыре фонаря. Красотища просто. Ну, разве не шикарная комната, ребят? По-моему, офигенская просто. Так, житель, ты прокачался. Что ты имеешь у себя? Бич членистоногих. Ну, такое себе, конечно. Я ожидал более прикольную декорацию. О, декорацию, говорю. Более прикольную прокачку. Но, смотрите, мы можем убивать теперь спрутов. Наконец-таки нам спруты понадобятся. Только что в этой серии я говорил, что спруты нам не интересны. А теперь они очень интересны даже будут. Дело в том, что теперь со спрутов будут попадать чернили и мешки. А мы их будем обменивать с нашим, опять-таки, библиотекарем. Это здорово. Жители снова плодятся. У нас уже один маленький, второй маленький житель. Смотрите, у этого одна раса, у этого другая раса. Офигеть, у нас разнорасовая деревня. Деревня получилась. Это первый раз у меня такое. Как это так вообще? Разнорасовая деревушка. Это супер просто. Это просто крутяк, дорогие друзья. Итак, спруты, где же вы, мои дорогие? Вон они там находятся. Сейчас, наверное, я их поубиваю. Сейчас, наверное, я им дам люлей. Оп, разворачиваемся. А ну-ка, спруты, ко мне пойдём. Сейчас я буду ваши чернильные мешки брать и обменивать их с жителем. Так, иди сюда. Опачки. Найс. Так, ещё. Тут довольно-таки много. Мне это нравится, что их тут очень много. Получаем наши замечательнейшие, заветные чернильные мешки, которые нам теперь пипец как сильно нужны. Так, тихо, выплыть, подышать будем немножко. Отлично. Идём дальше. Иди сюда. Куда ты уплываешь, говнюк такой? На. Ох ты, господи. Опасно. Тихо. Выдыхаем. Точнее, наоборот, воздух собираем. Хоп. Кайф. Отправляемся к следующему спруту. Можно даже с помощью стрелы попробовать его расфигачить. И не попал. Блин, фигово. Ладно, стрелу можно забрать. Стрелу можно забрать. Отлично. Иди сюда. Найс. Всё. Убили. Сколько у меня? Шесть чернильных мешков. Это мало. Этого совершенно недостаточно. Но в принципе нормально. В принципе на первое время сойдёт. Можно сейчас будет торгануться с нашим замечательнейшим, опять-таки, библиотекарем. Больше спрутов поблизости я пока что не замечаю. Но замечаю то, что я не собрал чернильный мешок, который находится у меня вот здесь. Собираем его. Также я, наверное, пойду сейчас быстренько посмотрю в сундуки чернильные мешки. Есть ли у меня хоть один? По-моему, у меня чернильных мешков вообще нету. Но мало ли я что-то пропустил и не заметил. Давайте-ка быстренько посмотрим, узнаем. Итак, чернильные мешочки, чернильные мешки. Оп. А-а-а, да. Чернильных мешков у меня здесь нет, к сожалению. Но ничего страшного. Как говорится, невелика потеря. Совершенно невелика. Сколько у меня их? Восемь штук, блин. Я бы на самом деле ещё одного спрута бы зафигачил, чтобы, как говорится, уже кругленькое такое число было. А вон там я и спрута уже вижу. Отлично. Надеюсь, что у меня получится сейчас добыть с него ещё целых два чернильных мешка и обменять на целых два изумруда с нашим библиотекарем эти мешочки. О, ещё спрута заспавнились. Ребята, кайф вообще, просто супер. Куда ты уплываешь? Иди сюда. На, получаем. Десять штук, всё, ребята. Думаю, что тогда ещё и вон тех я разуничтожу, раз они тут появились. Довольно-таки в большом количестве, что самое прикольное. Ребята, нифига их тут много. Мне нравится, что они тут у нас периодически спавнятся. Это очень здорово, потому что это бесконечный источник чернильных мешков, получается, у нас в этом водоёме находится. Супер просто. Походу, дело, какой-то везучий чанг очень сильно. Что ж ты, ёлки-палки, так отлетаешь от меня? Куда ты пошёл? Да, гавлюк, ты не уплывай от меня. Вот он, конечно, гад. Нифига он далеко уплыл. Ты куда, мать его? Жесть. Вот это он, конечно, уфигачил от меня. Иди сюда. На, получай. Готов, отлично. Пипец тот спрут уплыл. Я в шоке. Как тут много этих спрутов-то. Это кайф. Парень, иди сюда. Иди сюда. Я кому сказал, иди сюда, ты от меня далеко не денешься. Найс, ещё мешочки получили. Теперь ты ко мне давай. Блин, мне очень нужно какое-то плавание офигенское. Я почему-то очень медленно плаваю. Мне это не нравится совершенно. На самом деле, есть ли какое-то зачарование на крутое плавание? Очень интересно. По-моему, есть. По-моему, есть. Так, спрут, ко мне. Ко мне. Найс, давай. Иди сюда. Не уплывай только, только не уплывай. Стой. Фух. Чуть ли не начал сбегать. И последний где-то там у нас спрут находится. Ага. Вон ты где. Уплыл такой гадёныш. Ну, давай. Ща мы с тобой, как говорится, уже до конца все наши вопросы решим. Спасибо большое. Всё. Найс, ребята, получили чернильные мешочки. Просто супер. Вроде бы там, где никакие чернильные мешочки не пропустил. Ну, и спрутов вроде бы теперь пока что нету. Всё, они уже пока не спаунятся. Хотя вон там тоже спрутики находятся у нас. Но пофиг на них. Пофиг на этих спрутов, дорогие друзья. Сейчас мне нужно пойти к моему жителю. Где у нас библиотека? Они чё, спят уже все? Вы чё, уже все спать легли, что ли? Я бы тоже спать лёг в таком случае. На самом деле, неплохая идея. Давайте-ка попробую лечь спать. Не получается пока что у меня. Ладно, ты маленький, ты ложись. Я, наверное, у Броника попрошу. Попрошусь на кровать. Оп. Ложимся. Не ложимся. Ладно, тоже не пустил. Может быть, ты меня пустишь на кровать. Оп. И да. Всё. Я ложусь. Итак. Сейчас у нас будет величайший обмен с библиотекарем. Величайший просто. Так, обмен с библиотекарем. Ты где, библиотекарь? Ты у нас находишься здесь. Привет. Давай я с тобой быстренько торганусь. Вот таким вот образом. Вот так. Нифигасе, как прокачивается быстро. Всё супер. Прокачался библиотекарь у нас. И на что ж ты прокачаешься? Интересно узнать. Здоровая книга? Опять какая-то... А, нет, не книга. Смотрите-ка. Я могу получить у него изумруд и часы. Это всё. Нет, я ещё раз могу его прокачать. Нифига. Нифига. Слушайте, кайф. Давай-ка мне, наверное, ещё вот такую тему. Блин, я хочу ещё больше чернильных мешков теперь. А, как же я хочу чернильные мешки, чтобы ещё сильнее прокачать его. Прям очень интересно. Но этим я буду заниматься уже, наверное, дорогие друзья, в следующих сериях. Что ж, всем огромное спасибо за просмотр этого видосика. Я надеюсь, что он вам понравился. Если это так, то, пожалуйста, поставьте лайки. Подпишитесь на мой канал, если ещё не подписаны. И, конечно же, подписывайтесь на телеграмму. И проголосуйте, какую профессию мы будем давать одному из вот этих вот выросших жителей. Вот этому или вот этому. Голосуйте, ребята. Там будет много профессий. И вы обязательно должны какую-то профессию выбрать. Ссылка на телеграмм в описании. Что ж, на сегодня всё. Я с вами не прощаюсь. Поверьте, дальше будет только интереснее. Увидимся в следующих сериях и на стримах. Субтитры сделал DimaTorzok.